МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас витая служба информации, телерадуя компании Гомерю, студии Натальи Игнатенко. Глядите их этим выпуском. Узор можности, гонору, приклад верности присязе и воинскому обовязку. Сегодня у Беларуси отзначается День памяти воинов-интернационалистов. Безпека детей – галунок лопат дорослых. Сегодня с проверкой у школы накеровалась рейдовая бригада Галунного управления аддукации и Управления внутренних справ Гомельского облывы Канкама. Встречание весну Гукая. Сегодня у православным календары – одно из галунных зимовых святов. А зараз об этом и иншим больше подробязно. Сегодня у Беларуси отзначается День памяти воинов-интернационалистов. 30 годов тому завершилась операция обмежеванного контингенту советских войсков у Афганистане. Зворот ветеранам войны и воинам-интернационалистам накеровал президент Беларуси Александр Лукашенко. Мы николи не забудем об подвигу военнослужащих, які сумленно выконали свой воинский обовязок и навечно здобыли славу. Зараз в умовах глобальной нестабильности, як николи важно памятать про каштоунасть миру и спакою на планете. Ваши можности верность обовязку – достойный приклад для сучасной молоди, подкреслев керавник державы. В программе мероприемства, в которой сегодня пройшли в нашем регионе, акция «Запали свечку памяти», «Жалобная панихида» и «Урочистый митинг». Подребязности у Олега Синцерова. Початок мероприемства в 11 годинах ранее службы одночасово проходят в двух соборах – свято Петропавловском в Гомеле и Михайловском кафедральном в Мазаре. Все удельники об основной акции «Запали свечку памяти» пройшли дорогами войны, а тому добро ведут цену життя и войскового братерства. 126 зусимнейших молодых хлопцов в Гомельской области за Афганистаном не вернулись, 126 трагедий для их семью, однополчан и всей краины. У Бога нет мертвых, у Него все живы. Верю и нисколько не сомневаюсь, что каждый, кто до конца был верен присяге, кто жил по закону чести и долга, кто остался человеком в кромешном аду войны, получит от Всевышнего награду на небесах. Ровно о полдне в усех храмах Гомельской области начинается панихида по загинувшим. Удел у этой службы мкнуться принять усе интернационалисты. Причим до местного ее проведения яны приезжают загадя. Им есть, что узгадать и что обмерковать. До 30-ти года вывода обмежеванного контингенту Советской Армии на Гомельщине выдали афганский альбом, уникальную книгу об удельниках той войны. Креху позднее, по часу службы у Иверской церкви, яны знову загадают своих однополчан и тая дни, калей один за усех и все за одного. А почему, думают, были солдаты перед запаленной свежкой церкви? Почему об тем, что практически одразу после школы пришлось взять у руки зброю, что с матразов прямо людей у боях, рызыковали, а не выжили. Дякую Богу, выжили. По час сегодняшних врачистостей у Гомеля открыли еще три памятные дожки. Алексей Кравцов учился в 36-й школе, потом в некий час працавал на одном из городских предприемствах. Сержант-десантник загинул 25-го снежня 1982 года. Раз в полтора месяца после того, как ему вспомнилось 19, у Юрия Кравцова он был одним сыном. На пытание, что для их День памяти воины афганцы кажут, что пеш за все, это День смутку по тех, кто не вернулся. И в той же час, это надеяно то, что белорусские матьи больше николи не придется отправлять своих сынов на войну. Почас митингу на областном мемориале загинулших воинов-интернационалистов, учить думка об тем, что час лечить, але для тех, кто прошел Афганистан, тая боль не стихнет николи. Когда мы пришли с Афганистана, у нас было очень много прав. Право учиться, право работать, право создавать семьи. Но у нас, наверное, не было одного права – право забыть. И вот до тех пор, пока сегодня живут афганцы, мы должны ходить в школы, ходить в другие учебные заведения, трудовые агрегативы и рассказывать. Рассказывать об этой войне, чтобы это никогда в жизни не повторилось. Святочный концерт начинается с приемной подеи. Воин-интернационалист Валерий Смага отрымливая медаль «За адвагу», яким он был узнагороджен 30 годов тому, и подарунок для усих. Амаль – двухгодинное выступление ансамбля песни и танца Министерства обороны Республики Беларусь. Олег Сентяров, Валерий Копанько, телерадокомпания «Гомель». Урочистые церемонии, приемы и встречи с нагодой Дня памяти проводят и буйные предприемства и ведомства. Сегодня ветеранов войны в Афганистане ушановило областное управление департамента Аховы. Мероприемство с нагодой Дня памяти воинов-интернационалистов прошло в средней школе номер 25 города Гомеля. Ветеранская организация областного управления Аховы наличивает 57 ветеранов войны в Афганистане. 8 из них узнагороджены орденами «Червоной Зорки». 43 ветераны-афганцы зараз працуются у подразделениях Аховы. Гэтая люди – саправдный приклад мужности для школьников, многие из яких не в забаве сами будут працавать у силовых ведомствах и оборонять родиму. Здесь наши профильные классы. Дети, которые через год-два идут в большую жизнь, поступать будут в институты, университеты и так далее. Поэтому это, конечно же, хорошо. Это патриотическое воспитание. И то, что они работают, они своим примером показывают, что достойные, хорошие люди нужны стране. Хочется пожелать нашим воинам здоровья крепкого, в первую очередь, счастья им, семьям. Всего самое доброе поблагодарить за ту службу, которую они внесли в дело развития и укрепления мира. Ветераны войны отримали памятные медали 30 годов выводу советских войск из Афганистана. Память загинувших воинов ушановали хвилиной молчанья. Завтра в Беларуси пройдут черговые субботние линии мясовых органов УЛАДы. У Гомельским облыканками на звонки откажа наместник старшини Владимир Горбачев. Номер телефона 33 12 37. У Гарвыканками на связи Будя наместник старшини Виталь Атаманчук. Номер 75 19 54. Прамыя линии будут спрацовать с 9 до 12 годин. У Гомелье пройшла нарада по пытаниях безопасности транспортных перевозок. Повышенная увага до этой темы тлумачится великой колькостью несчастных выпадков, которые отбываются с уделом автотранспорта. А маль кожный четвертый ЖХР Гомельской области, який летость загинул на вытворчасти, стал охвярой дорожно-транспортного сдарения. Непосредним удельником аварии стал и каждый 8 из тех, кто отримал тяжкие травмы. Такая статистика примушает разглядать питания ховы працы и безопасности дорожного руха в комплексе. Особливую увагу пропануется надать предприемствам, які займаются перевозками школьников. В зоне постоянного мониторингу повинны опынуться так само транспортные сродки, призначенные для транспортировки небесвечных грузов. При этом только проверками автомобилей справа не обмяжуется. Летость у Гомельской области отзначались выпадки, когда водители предприемства находились за рулем в стане алкогольного и даже наркотического опьянения. В связи с этим всем организациям, які мають на своем балансе машины, рекомендовано обовязково набывать тест-полоски для проверки на уживание наркотиков и психотропных речев. ГТМеры повинны знисить колькость здоровья и, как выник, смертность сроду дельников дорожного руху. Шести травмированных – это три случая ДТП. В одном случае это групповое ДТП, где одновременно погибло трое работников. По результатам расследования водитель служебного автомобиля признан виновным, нарушивший правила дорожного движения. Второй случай, когда у нас два погибших и четыре тяжело травмированных. Тоже это одно ДТП, но в результате два погибших и четыре тяжело травмированных. Пока выясняются причины дорожно-транспортного происшествия и кто конкретно нарушил правила дорожного движения. Рейдовая бригада Головного управления адукацией и управления внутренних справ Гомельского облаконкама сегодня выехала на позаплановую проверку безопасности в школах. Изменения в графику рейда связаны с трагичным выпадком в столбцах Минской области. Подпильной увагой пропускны режим во установах адукации, системы видеоназирания и обвестки, информованность наученцев и персоналу про парадок дзенев во умовах нештатных ситуаций. Евгения Кухаронак с подробностями. В регионе еще в 2015 году подручение старшине Гомельского облаконкама распрацевали стандарт безопасности во всех установах адукации. Необходность уиснования такого одного документа подтвердилась на справе. Он дисциплинует, допомогает ломочении створных умов безопасности и их важности. Отповедно стандарту обороненность детей начинается литерально с порога школы. Но в охоте працуют вахтеры, в некоторых установах есть турникеты, деяничая чиповый пропускный режим. Дорослых долей в фойе Першаха-Поверха пропускают только в этом выпадке, когда за ними выходит классный керовник-навученца. Человек с вулицы зайти не может. В ближайшем будущем все 100% школы будут оборудованы кнопками тревожной сигнализации. На сегодняшний день 85% школ оборудованы, и работа в этом направлении органов внутренних дел ведется. Кроме этого, порядка 30% школ оборудованы средствами видеонаблюдения. Сегодня стоит задача научить самих детей беспечным поводинам. С 5 по 8 класс школьники выучают основы безопасности житедейности. На практице отриманные веды они отпрацовываются в областном центре безопасности, який працует на базе лицея МНС. Там наученцы из всего региона по Крокова проходят алгоритмы поводина в самых разнастайных на звычайных ситуациях. Еще один немаловажный фактор, до которого зараз пильная увага – психологичная атмосфера в школьных коллективах. Приказом начальника управления образования в Гомельской области сейчас создана областная мобильная группа лучших педагогов-психологов, которые начинают с понедельника выезжать с мастер-классами, обучающими семинарами в районные центры и работать с психологами учреждения образования по вопросу, быстро, оперативно, выявляя проблему при беседе с ребенком, работать с ним и с его родителями. Евгения Кухаруна, Кігар Марышченко, телерадио «Компания Гомель». У Гомельской области у Першиню отбудется чемпионат по дисциплинах киберспорту. Организаторы – областный комитет БРСМ и молодежное объединение «Платон». С поборницей проводят по четырех дисциплинах у три этапы. Два отборочные будут проходить онлайн на протягу Соковика и Красовика. Финал отбудется 9 мая. А кроме киберзмаганий, организаторы подрихтуют насыщенную программу. В течение двух месяцев определим лучшие команды. И потом уже 9 мая именно на базе университета имени Франциска Скарына проведем финал, который будет проходить в течение дня. И вся тематика, которая будет пронизана, тематика, которая будет пронизана, это само это мероприятие, это будет именно День Победы. Мы для этого и стартуем эту спартакеаду, чтобы выявить талантливую молодежь в этом современном мире, выявить и начать работать с будущими чемпионами нашей страны. Подать заявки на уделу киберспартакеаде можно до 28 лютого на сайте объединения «Платон» и в группе в социальной сети ВКонтакте. Православные верники сегодня означают святостречание. В перекладе с церковно-славянской мовы «сустреча». Это одно из двенадцатых святов православного календара, которое стоит на руйне с колядами и водохрящем. И оно символично знаменует «сустречу» старого и нового заповедов. Эта дата преподает на 40-й день после народжения Иисуса, когда Мария и Иосиф принесли его в Иерусалимский храм. Там отбылась и «сустреча» с праведным старцем Симеоном. Ему было открытие свыше, что он не помре, поколь не убачит Збавителя. Праведный старец пришел у храм и там «сустрел Господа» у обличчения Мауля. В день «Сустреча» Господнего во всех храмах здесь сняются святочные литургии и освящаются свечки. Дорогие, по надворью в этот день наши протки вызначали, какой будет весна. Моцный мороз, например, означал худкое расставание снегов на полях. Резкое потепление – дрянный уроджай. А заверуха – затяжную зиму. От этой поры селяне начали оглядать землеробные прилады працы, ремонтовать их и рыхтовать до весновых работ. Дорогие, температура поветра в ближайшие выходные будет больше подобной на весновую. Метеорологи рассказали, что первая половая лютая в Беларуси выдалась необыкновенно теплой. В среднем температурный фон опынулся на 5 градусов, высшим за климатичную норму. В ближайшие дни будет еще теплей. В субботу и неделю в нашем регионе прогнозуется до 5 градусов, высшим за нуль. Правда, в вечере 17 лютого зауважно похолодает. Могчим и мокрый снег. В ночь на понеделок будет до минус 4. В день каля нуля. Гэты, а так сама иншая новинная, вы можете знайсти на нашем сайте у интернете. По адресе www.tvergomil.by На этом выпуск завершенный. Дякую за увагу и до новых встреч у эфиры. Де-факто продолжает эфир телеканала Беларусь 4 в студии Алексей Немкевич. Здравствуйте. Уходил от столкновения по тротуару. В Гомеле водитель троллейбуса врезался в забор жилого дома. ДТП произошло на улице Богдана Хмельницкого областного центра. В неоднозначную дорожную ситуацию попал водитель троллейбусного маршрута номер 19. Со слов водителя, его подрезал автомобиль. И чтобы избежать столкновения, он применил экстренное торможение. В ГАИ сейчас разбираются в дополнительных причинах происшествия. По предварительной информации, никто из пассажиров не пострадал. У троллейбуса есть повреждения передней части. А владельцу частного дома теперь придется делать новый забор. Двойное столкновение в Житковичах. Из-за пьяного водителя разбились сразу три автомобиля. Авария произошла на улице Социалистической. Подвыпивший хозяин Форда не учел дистанцию до впереди идущего транспортного средства. И столкнулся с микроавтобусом «Фольксвагентранспортер». От удара бус отбросило навстречку, где он врезался в Ауди. Водитель иномарки получил обширные травмы и был госпитализирован в хирургическое отделение местной больницы. Нелегальную торговлю пришлось свернуть. Сотрудники ОБЭП задержали на центральном рынке Гомеля распространителя мелких доз на свая. Некурительный табак. 38-летний гомельчанин расфасовывал по небольшим полиэтиленовым пакетам и продавал всем желающим в розницу. Всего у мужчины было изъято порядка 600 граммов зеленого вещества. К слову, центральный рынок Гомеля – излюбленное место для распространителей на свая. Правоохранители регулярно проводят там рейды, однако на свайщики шифруются. В отношении данного мужчины был составлен административный протокол по части 2 статьи 16.10 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях. Согласно законодательству, гражданину грозит наложение штрафа в размере от 10 до 40 базовых величин с конфискацией денежной выручки, полученной от реализации указанных некурительных табачных изделий. Таков обзор происшествий за сегодня. Следите за нами вместе с программой «Дефакто». До свидания. На телеканале «Беларусь-4» Гомель новости спорта. В студии Максим Савин. Здравствуйте. В экстралигии хоккейного чемпионата Беларуси сыгран очередной тур. Своим домашним трибунам Гомель и Жлобинский «Металлург» подарили кардинально противоположные эмоции. Сталевары, к сожалению, проиграли. Обидчик Жлобинской команды «Динамо» молодечна. Зубры завершили голевыми бросками четыре штурма хозяйских ворот. Отличились дважды Слышко, Знадей и Кучкин. Сталевары ответили одним точным броском в исполнении «Морщенка». Завтра «Металлург» может реабилитироваться. Команды вновь сыграют на арене Жлобинского ледового дворца. Рыси в поединке с молодежкой Ю-20 порадовали свою торсиду голевым изобилием. Забросив по три шайбы в первом и третьем периодах, гомельчане оформили крупную победу 6-1. За хозяев забрасывали Соломонов, Зайчик, Сусло, Семочкин, Хузеев и Чмыхов. В составе молодежки отличился Кузьмич. В доме футбола сегодня состоялась жеребьевка чемпионата Белоруссии в высшей лиге. В первом туре, матчи которого пройдут с 29 по 31 марта, Гомель на своем поле сыграет с Гродненским Неманом. Мозырская славя отправится в гости к столичному «Динамо». Во втором туре «Зелено-белые» будут гостить у Слуцка, а полишуки примут жодинская торпеда «Белаз». Гомель продолжает укреплять свои ряды в преддверии нового сезона. Российский защитник Илья Гультяев пополнил ряды «Зелено-белых». За плечами 30-летнего футболиста выступление за дубль московского «Спартака». Томь, Уфу, Нефтехимик, Енисей, Тосно, Тамбов и Армянский Бананс. Соглашение с Ильей Гультяевым рассчитано на один год. Кстати, завтра «Зелено-белые» проведут первый домашний спарринг. На стадионе с «Дюшор-8» Гомель сыграет с жидковическим «ЮАСом». Начало в 15.00. Столица ВРЗ. Такова афиша центрального матча 17-го тура чемпионата Беларуси по мини-футболу Высшей лиги. Поединок «Менчан» и «Гомельских вагоностроителей» пройдет в воскресенье в столице. «Гомельская БЧ» в субботу ждет в гости «Щучин». Матч пройдет на паркете спорткомплекса «Локомотив». Начало в 14.00. Светлогорский ЦКК свой матч 17-го тура проведет в среду 20 февраля в гостях у Гродненского УВД «Динамо». Сборная Гомельской области заняла третье место в общекомандном зачете первенства Беларуси по легкой атлетике. В Бресте состязались юноши и девушки 2004-2005 годов рождения. В числе лучших спортсменов соревнования представительница нашего региона Анна Шпак. Спортсменка показала самые быстрые секунды в забегах на полторы и три тысячи метров. Юношей быстрее всех 1500 метров преодолел наш Вячеслав Макеев. Гомельские атлеты первенствовали и в секторе для прыжков в шестом. У девушек победила Анастасия Ясько, у юношей Александр Марфушкин. Еще одно золото завоевано в спортивной ходьбе. Мария Тимошкина выиграла заход на три тысячи метров. Кроме того, в активе команды Гомельской области три серебряные и шесть бронзовых наград. В общем, в зачете победили хозяева сборная Брестского региона на втором месте – могилевчане. В Гомеле завершилось первенство страны по спортивной акробатике среди юниоров. Участие в турнире приняли более сотни спортсменов. Гомельчане на домашних состязаниях выступили триумфально. Награды завоеваны во всех пяти видах программы. Причем в трех воспитанники с дюшер номер четыре взяли золото. Победителем первенства стала смешанная пара Илья Фоменков и Виктория Охотникова. Олег Михалевич и Максим Маркевич не заметили конкурентов в мужских парных состязаниях. Золотым стало и выступление мужского квартета в составе Савелия Осипова, Алексея Менкова, Игоря Колбасова и Матвея Пранкевича. Кроме того, в хозяйской медальной копилке бронза и серебро. Алиса Качан и Алиса Никитина стали вторыми в соревнованиях женских пар. Тройка в составе Арины Пономаренко, Ксении Литвинова и Ксении Конючко выиграла бронзу. На этом пока все. С новостями спорта вознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь4. Алиса Качан и Алиса Качан.